Для того, чтобы выросла вот такая вот красивая, хорошая кустовая рассада, мы делаем, когда вот взойдёт рассада, мы её распикировали и делаем первую прищипку цветочков, чтобы начинал сам кустик куститься, чтобы он был более такой вот красивый, компактный. Елена Петровна в службе благоустройства города работает более 15 лет. Сегодня она старший мастер. Женщина знает, как из маленького семени вырастить взрослое растение петунии, сальвии, пеларгонии и многих других цветов. Ведь благодаря ей и её подопечным клумбы и цветочной композиции города радуют жителей шахтёрской столицы десятками тысяч цветов ежегодно. Елена Петровна признаётся, что если к труду относиться с душой, то и работа будет спориться и радовать. Мы в теплице, у нас вот наше рабочее зелёного строительства, когда приходят в теплицу, они разговаривают с ними. Вот у нас есть здесь непосредственно работник, рабочее зелёного строительства Миронова Жанна Александровна, она с ними как с детками, ухаживает за ними как за детками. Для того, чтобы это всё получить, нужно любить свою работу. Чтобы цветы радовали глаз с весны до поздней осени, их посадка производится с учётом периода цветения. Ещё зимой специалисты по озеленению разрабатывают концепцию цветочного оформления и выращивают рассаду. Сейчас девять сотрудников обустраивают цветники. На улицах города уже высажено более 40 тысяч растений. Особое внимание уделяется украшению входных групп, объектов социокультурного назначения, административных зданий, въездов в город. У нас есть цветники, мы согласовываем с архитектором, где на какие клумбы мы высаживаем. И когда дают нам добро, мы делаем высадку рассады. Высадка идёт, значит, по улице Комсомола есть у нас вазы, высаживается рассада и будут высаживаться композиции по Козлово. Солигорск активно готовится к своему юбилею. До мелочей продумано, какими клумбами и композициями будет оформлен город, где они будут размещаться. Порадуют жители и гостей шахтёрской столицы композиции с символикой предстоящего праздника, в том числе и с применением вертикальных форм. Правда, пока эти композиции на стадии создания. К 60-летию города действительно будут применены новые элементы озеленения, такие как габионы, элементы вертикального зеленения с чашами на арочных металлических композициях. Кроме того, разрабатываются проекты двух фотозон с применением топиария. Продолжает прорабатываться вопрос по исполнению с элементами топиария надписи «Я люблю Солигорск». Возле здания нашего суда будет выполнена объемная цветочная композиция с элементами судебной власти Республики Беларусь. Это меч и весы. То есть эскиз уже согласован с председателем суда. Изготавливается металлоконструкция, в которой впоследствии будет заложена земля и высажена цветочная рассада. И, безусловно, у нас есть такая идея, если, знаете, въезд бетонной надписи от «Солигорск», бетонные буквы, мы хотим их выкрасить в срез соляного слоя.